Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Lexus RX 350 2012 года выпуска двигатель 3.5 бензин автомат полный привод пробег на автомобиле 120 тысяч километров заменю на нем передние тормозные диски и передние тормозные колодки поднимаю автомобиль снимаю оба передних колеса поднял автомобиль снял колеса колодки здесь изнашивали уже до последнего потому что диски требуют замену получается на этих тормозных дисках искатали два комплекта родных оригинальных колодок и можно просто посмотреть 120 тысяч родные оригинальные колодки ушатали диск при этом эксплуатация автомобиля не спортивная а если взять не оригинальные колодки проверенных производителей то этого бы с дисками не произошло сейчас снимаю тормозной цилиндр снимаю скобу суппорта направляющие пуговато но ходят скобу сниму все почищу скобки стоят пружинки которые у нас разводят тормозные колодки решение решение старое раньше на всех японцах такое было потом его убирали но поняли что оно эффективно оно работает оно отталкивает и на следующих автомобилях уже стали возвращать на место при ржавели вытащу радиаторы поправлю использую родные здесь получается колодки подносились до предела уже кромка выработки начала подкушивать подхрустывать головкой на 17 откручивают два болта сзади я их предварительно ослабил снимаем скобу вот эти пружинки все сниму прижимные зачищу также направляющие сниму смазку поменяю это покажу диски под замену их можно с ними не церемониться ударить кувалдой и он слетит если диски еще оставлять есть два отверстия М8 можно закрутить и снять сейчас болты возьму кула разогляю по-русски и куле подкар куле подкар и разогляю подкар Вот и все. Без удара, без всего сняты. Сейчас возьму здесь щеткой по металлу зачищу. По ступице прохожусь, всю эту ржавчину на лед взбиваю, также со ступицей взбиваю и смазкой медной смажу именно место установки. Медная смазка. Теперь беру, вычищаю скобу, ну а перед этим можно утопить. Показалось, что порвалось. Добавляю смазки немножечко под пыльник. Тоненькая отверточка, аккуратненько пыльничек приподнимаю. И смазки под пыльник чуть-чуть добавлю. Немного здесь, если посмотреть по шкале, пол кубика в один поршенек. И точно так же приподнимаем аккуратненько на второй поршень. Много не надо, здесь буквально чуть-чуть. Разгоняем. Сверху я с расширительного бачка крышку снял, чтобы тормозная жидкость не побежала. Беру струбцину и вдавливаю на место поршни. Беру колодку, беру струбцину и не спеша потихонечку утапливаю поршеньки на место. Заодно приглядываю на бачок, чтобы жидкость не побежала. Заодно приглядываю на бачок, чтобы жидкость не побежала. Паршеньки я на место утопил. Теперь мы смотрим, чтобы пыльник у нас не выступал. Если надо, поправляем при установке, чтобы нам не срезать пыльничек. Здесь все нормально, все хорошо, иду, чищу скобу. Пружинки снял. Здесь все вычистил. Также сами прижимные пружинки тоже все вычистил. Устанавливаю их на место. Со всех сторон. И снимаем направляющие. Сейчас посмотрим, какая у нас идет с демпфером, а какая у нас идет без демпфера. Получается, это у нас верхняя. Верхняя у нас без демпфера. А нижняя у нас с демпфером резиновая на конце. Потом будем точно так же ставить. Так же снимаем. Снимаем. Нет, не буду я снимать. Они там прикипели. Беру, наматываю ткань на отвертку и все вычищаю. Вычищаю, а потом промываю очистителем тормозных систем. Ткань на отвертку наматываем. И всю вот это из пыльника тоже так же обтираем от ткань и вытаскиваем. Как одну сторону, так и вторую сторону. Обе стороны я прочистил. Теперь обычный очиститель тормозных систем. Промываю все это с одной стороны, с другой стороны. И продуваю компрессором. Все, вычистил, продул. Смазку беру ТРВ ПФГ-110. Добавляю подпыльник с одной стороны. Именно под пыльник, за пыльник вернее. И с другой стороны по гарушине. Здесь верхняя часть у нас шла без демпфера. Смазываю. Здесь три проточки есть. Их смазываю. Немножко. Так, это у нас верхняя. И сюда ее вставляем. Что нам надо добиться? Нам надо добиться, чтобы не было гидроподпора. Утапливая направляющую, мы ее двигаем, слегка покручиваем, чтобы у нас воздух вышел. И чтоб направляющая ходила мягко. Все. Направляющая у нас садится полностью. Смазка, которая вышла и осталась под пыльником, там она и пусть будет. Так же у нас, получается, смазалось место, где пыльник по направляющей ходит. Вот эту сторону так и оставляем. С этой стороной здесь смазку сразу разгоню внизу, потому что здесь демпфер и с ним будет немножко труднее выгнать воздух. Но, тем не менее, нам тоже надо этого добиться. Так же смазываю. Все. Если посмотреть, и одна сторона, и вторая сторона мягенько ходят, сидят на своих местах. Теперь можно скобу устанавливать на место, наживлять и прикручивать оба болта моментом 78 ньютон-метров. Сейчас беру новый тормозной диск. Тормозные диски заказали фирмы ADVIX. Диски фирмы ADVIX. Номер тормозного диска A6F537B. Протираю его и устанавливаю на автомобиль. Устанавливаю диск на место. Диск к ступице здесь не крепится, как и на большинство Toyota и Lexus. Устанавливаю на место скобу. Наживляю и притягиваю. Момент стоит указом 78 ньютон-метров. Диск к ступице. Выставил момент. Я поставил 78 ньютон, но не нравится мне, слабовато. Все-таки я поставлю 90 ньютон. Хотя я откручивался и один и второй болт довольно таки легко. Беру новые колодки. Новые колодки оригинальные. Номер 04465 48150. О, в комплекте идут новые пружинки. Это радует. Не во всех комплектах они идут. Беру, достаю колодки. Переустанавливаю с верхней части пружинки. Вот такие прижимные пружинки. С одной стороны. И, следовательно, с верхней части, со второй стороны. Со второй стороны. Все. Переставляю радиаторы. И можно устанавливать колодку на место. Это у нас наружная. В свое время где-то переставили. И это у нас внутренняя. Точно так же ставим на место. Ставлю новые пружинки. В одну колодку. И во вторую колодку. И закрываю цилиндр. Наживляю один. И наживляю второй болт. Момент затяжки этих болтов. Или направляю еще. 30 Нм. Но они восьмерки. 30 здесь. Особо лучше не тянуть. Я обычно их всегда от руки. Но опять же. не перетягиваю. Не перетягиваю. Устанавливаем на место колесо. Затягиваем 125 Нм. Меняем аналогичным образом со второй стороны. Как менять я показывать уже не буду. Все точно так же. Никаких нюансов быть не должно. Если что-то будет покажу. И перед тем как начать движение нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза. Чтобы у нас выбрать вот этот свободный ход. И чтобы колодки прижались к тормозному диску. На этом замену передних тормозных колодок и тормозных дисков я закончил. Всего вам доброго. Со второй стороны снял. Посмотрите. Вот здесь пыльничек порван. Если там я заподозрил. Но манжетка целая. Не манжетка. Пыльник целый. Но с трещинами был. А здесь он порвался. Поэтому сейчас смажу. Соберу на этом. Будем заказывать ремкомплект. И в будущем перебирать оба суппорта передних.